Поправки в бюджет Ненецкого округа 2016 года рассмотрели на заседании администрации региона. Секвестров в текущий месяц и не предвидится. Изменения касаются увеличения доходной части бюджета за счет федеральных средств и перераспределения бюджетных средств между главными распорядителями. Доходная часть бюджета Ненецкого округа на 2016 год увеличивается за счет поступления федеральных средств, а также налоговых и неналоговых поступлений. Сумма составляет 816,5 миллионов рублей. С увеличением доходной части увеличиваются и расходы почти на 815 миллионов рублей. Прежде всего, это струйки, дороги, они перечислены по заявкам внутри ГРБС по заявкам главных распорядителей за счет сложившейся экономии, проведенного перераспределения средств в пределах посекнования. Наибольшие объемы перераспределения – это 8218,6 миллионов рублей. Департамент строительства ЖКХ направлен на финансовое обеспечение субсидией юрлицам в рамках статьи 78 с целью доведения уровня обеспеченности до 100%. Это субсидия нашей ЖКХ. Мы обеспечиваем их полностью. Вместе с тем увеличивается ассигнование на отпуска женщинам, находящимся в отпуске по беременности и уходу за ребенком. А вот по органам государственной власти и казенным учреждениям ассигнования, напротив, уменьшаются. Уменьшение идет по фонду оплаты труда на имеющиеся вакансии. Раскройка средств внутри бюджета – вынужденная мера. В мае округ не получил ни копейки денег от Харягинского СРП. В этой связи будет произведено уменьшение лимитов для главных распорядителей. Для принятия оперативных решений будет продолжен ежемесячный мониторинг ситуации. Продолжаем дальнюю работу совместно с Алимом Ивановичем над снижением затратной части компании «Наталь», оператор Харягинского СРП, потому что любое снижение – это возможность получения доходов в окружной бюджет и возможность получения доходов в федеральный бюджет. В ближайшие сезон должны сейчас пройти в июле, вот так далее, точно так же. Будем смотреть, что у нас стоит с доходами в июле, в августе, в сентябре. И я так понимаю, что если не получим того, что это планировано от Натали, тогда секретно, получается, мы будем выходить в сентябрь, скорее всего. То есть будем узнать по факту, что у нас тут происходит. Бюджет Ниньского округа на 2017 год по аналогии с бюджетом Российской Федерации будет верстаться сроком на три года и вносится в собрание депутатов не до 20 октября, как было ранее, а 9 ноября. Это связано с тем, что проект федерального бюджета будет вноситься на рассмотрение депутатского корпуса до 1 ноября. Ориентир на федеральный бюджет связан прежде всего с заложенными в него параметрами стоимости барреля нефти. Министерство финансов планирует заложить в бюджет на 2017-2019 годы цену на нефть в размере 40 долларов за баррель. Об этом сегодня заявил министр финансов Антон Силуанов. Цена в 40 долларов за баррель позволит минимизировать риски для исполнения бюджета в случае изменения цен на нефть в дальнейшем, отметил Антон Силуанов. Кроме того, в соответствии с изменениями бюджетный кодек в субъектах России с 2017 года будет внедряться бюджетный прогноз. Также в бюджете Нейнского округа предлагается изменить статью о бюджетных ассигнованиях по договорам долевого участия в строительстве, где будет предусмотрена отдельная строка общей суммы финансирования, а не по отдельным объектам. Распределение бюджетных ассигнований по объектам строительства будет утверждаться администрацией округа. Рассмотренные сегодня законопроекты будут вынесены на очередную сессию окружного собрания, которая состоится 30 июня.